Это Великая Китайская Стена В 2011 году группа британских археологов сделала сенсационное открытие, которое переворачивает все привычные представления о русско-китайской истории. Учеными была обнаружена ранее неизвестная часть Великой Китайской Стены. Участок, который нам сегодня китайцы зашло спасибо, они сохранили, реставрировали как могли. И это тот наглядный участок, который осталось запрещено изучать этот объект. Не рекомендовано, так скажем, мягче. Поэтому все археологи, которые пытались заниматься изучением датировки, они не получили ни грантов, ни публикаций, ничего. Изучив детально найденный участок Китайской Стены, ученые пришли к сенсационному выводу. Бойницы для ведения огня в ней направлены не на север, где жили кочевники, а на юг, то есть в сторону Китая. Но что это означает? Получается, Великая Китайская Стена была построена задом наперед, лицевой стороной к Китаю. Но как такое возможно? Не могли же китайцы возвести самое большое в мире укрепление, направленное против самих себя? Или стену построили не китайцы? Но тогда кто? И от кого она служила защитой? Специалисты подсчитали, для возведения Великой Китайской Стены понадобилось более 240 миллионов кубических метров строительных материалов. Если представить подобную стройку в современном мире, то для ее реализации необходимы десятки тысяч километров железных дорог, сотни железнодорожных составов, непрерывно доставляющих строительные материалы, тысячи подъемных кранов и десятки тысяч грузовиков. Все это должны будут обслуживать миллионы людей, многие и многие десятки лет. Но тогда кому в древнем мире было под силу возвести такое масштабное укрепление, по сравнению с которым даже строительство египетских пирамид кажется всего лишь игрой в песочнице? Глупо было бы, да, китайцам строить такую стену, и что с обратной стороны от себя бы роняться. Да, скорее это была стена построенная в далекие древние времена, для того, чтобы огородить себя уже от нежелательных народов. Известно, что самыми близкими соседями китайцев в те времена были северные кочевники. Однако историки утверждают, что этому племени вряд ли было под силу возвести нечто подобное. Ведь когда одна из самых древних цивилизаций мира, китайская, уже владела секретом производства шелка, пороха и бумаги, поблизости жили одни только варвары. Кочевники в те времена могли, если только забор вокруг своих шатров возвести, но не более того. Поэтому создать такое сооружение, тем более для древнего Китая, невозможно. В принципе, да и смысла нет. Потому что, если идет какая-то угроза, то ее надо локализовать, под это дело надо собрать войско, выступить. А если мы не знаем, откуда идет? Ну, в общем, с точки зрения военной и экономической, это бессмыслица строить такую стену. Но если не кочевники построили великую стену, тогда кто? И самое главное, для чего? В поисках ответов ученые обратились к древней географии. Среди музейных ценностей они обнаружили первый в истории географический атлас. Это его небольшой фрагмент. Карту составил Абрахам Артелиус и выпустил в свет 20 мая 1570 года в Бельгии. Однако до недавнего времени ученые никак не могли найти разумное объяснение информации, которую она содержит. Ведь на ней отчетливо видно, что там, где сегодня располагается территория Дальнего Востока, находилась Монголия. При более внимательном изучении карты становится ясно, что на ней сразу два Китая. Один называется привычным для нас Чайна, а название второго напоминает русское прочтение – Катай. А вот здесь, где жирной чертой проходит Великая Китайская стена, видно, что государство, граничащее с Древним Китаем, – это Тартария. Но почему нет никакой информации о государстве, которое, как видно на древней карте, занимало половину Евразийского континента? Кто населял Тартарию? И неужели именно этой цивилизации оказалось под силу возвести Великую Китайскую стену? Вдруг сегодня, когда опубликованы средневековые карты, вдруг обнаружилось, что на тех территориях, в которых нам раньше преподавали одно, а там обозначено совсем другие государства, причем государства такие, что занимает чуть ли не пол Евразийского континента, речь идет о Тартарии. Китайские хроники свидетельствуют, что на территории, где когда-то располагалась Тартария, жили белые люди. Они могли напрямую разговаривать с небожителями, за что древние китайцы прозвали их белыми богами. Однако для того, чтобы сказать, кем именно были белые боги, населявшие Тартарию, ученым необходимо было располагать чем-то большим, чем летописные своды. Но у них ничего не было. Все изменилось, когда в 2013 году ученые, наконец, получили результаты экспертизы необычных древних сосудов, обнаруженных еще в 1960 году на территории, которая считается колыбелью китайской культуры в провинции Хэнань. Оказалось, обнаруженные на месте раскопок чаши, амфоры и кувшины были украшены древними письменами, которые не имели никакого отношения к китайским иероглифам. Можно судить только по археологическим данным, потому что туда, в глубину неолита, не достает ни письменная, никакая история, ни былины, ничего. Все неолитические изделия, все имеют одинаковый традиционный подход. Однако какой именно цивилизации принадлежали древние сосуды, ученые не могли сказать долгое время. На расшифровку этих таинственных знаков ушло более 50 лет. И когда специалисты получили первый результат, он поверг их в шок. Оказалось, изображенные на керамике знаки полностью совпадают с древнерусским письмом, руницей. Но что это означает? Неужели древние сосуды имели русское происхождение? И если это действительно так, то как они оказались в Древнем Китае? Ведь расстояние от Поднебесной до границ Древней Руси исчислялось тысячами километров. На китайской керамике, на той, которая приурочена к северным землям, как раз эти буквы найдены во множественном числе. И все они абсолютно идентичны тем же буквам, которые найдены на керамике южно-русских территорий. То есть триполи, и там есть еще ряд культур. Даже китайские историки говорят, что письменность в Китае пришлась с русских территорий. Именно этот факт позволил ученым выдвинуть шокирующую версию. Древнюю Тартарию и часть современных китайских территорий когда-то населяли славяне. Но если китайские земли были когда-то русскими, то что произошло несколько тысяч лет назад, когда русичи оставили свои территории? И почему история сегодня об этом умалчивает? Китайские керамические сосуды, украшенные руницей, вызвали в научном мире немало споров. Неужели территории Поднебесной, где были обнаружены древние артефакты, могли когда-то принадлежать русским? И означает ли это, что древнюю географию придется переписать? Быть может, все эти вопросы так и остались бы без ответа. Однако в 20 веке учеными на территории бывшей Тартарии, что является частью современного Китая, были обнаружены хорошо сохранившиеся мумии. Именно эта находка пролила свет на происхождение древних сосудов и приоткрыла завесу тайны постройки Великой Китайской стены. Китайцы настолько были рады этой находке, что они пригласили американских генетиков и антропологов, чтобы сделать такую, знаете, сенсацию на весь мир. Потому что китайцы были уверены, что они нашли своих предков. Но оказалось, что у обнаруженных мумий европейские лица. Этот факт поставил ученых в тупик. Кем были эти люди? Как могли оказаться в древнем Китае? И почему были похоронены со всеми возможными почестями? Мумии, они сегодня называются Таримские мумии, или мумии Таримской котловины, а это были белые люди, высокие, метр восемьдесят с лишним, светловолосые, высокое положение талии. Находка долгое время порождала споры в научных кругах. Однако все изменилось, когда в распоряжение специалистов поступил генетический анализ останков. Сделаны генетические исследования этих мумий. И генетические исследования эти показали, что у них генетика абсолютно такая же, как у современного населения Вологодской, Тверской, допустим, Московской области нашей. То есть одни и те же гены. А это означает, что на территории древнего Китая со всеми почестями были погребены русские. Получается, древнюю Тартарию населяли наши предки, славяне. А значит, их китайцы называли белыми богами. Когда американские генетики сделали генетическую экспертизу, увидели, что это обычные русские, то китайцы выгнали американских генетиков, засыпали все свои раскопки, и с тех пор больше на исследование этих мумий наложен запрет. Они больше не изучаются. Однако результатов экспертизы уже было достаточно, чтобы ученые могли сделать выводы. Но почему тогда народ Поднебесной с таким глубоким чтением относился к своим северным соседям? И откуда могли взяться русские мумии в Китае, если первое упоминание о славянах как об отдельном народе датируется только восьмым веком? А это на три тысячи лет позже, чем были захоронены русские мумии. Была переписана история. Это не секрет, что нашу историю писали три немца. Миллер, Майер и Шлицер. Один из них не знал русского языка. Это были специалисты, которые писали не только для России государственную историю, но не историю народа. Более того, детально изучив мумии, археологи обнаружили на одной из них следы сложнейшей хирургической операции. В это трудно поверить, но на этих снимках, во время изучения мумий, отчетливо видны следы хирургического вмешательства. Швы, которые сохранились после аккуратных, профессиональных надрезов, говорили о том, что при жизни одному из этих людей была сделана операция на лёгком. Это довольно технически сложная операция. Надо вскрывать грудную клетку. Но, с другой стороны, на дышащем лёгком произвести операцию можно, если знать, где перевязать сосуды. Вот, и отсечь. Тем более, что поражённый участок, скорее всего, не функционировал. Всё сводилось к тому, чтобы вскрыть грудную клетку, чтобы человек не почувствовал боли, и чтобы соблюсти потом все необходимые правила нанести инфекцию и выходить больного. Но как такое возможно? За три тысячелетия до первой известной операции на лёгком. Ведь, согласно официальной истории, подобные хирургические эксперименты начали проводить только в 1881 году. Тогда учёные впервые смогли удалить часть лёгкого у собаки. Но даже тогда операция не увенчалась успехом, и вскоре подопытное животное скончалось. Однако факты говорят сами за себя. Человеку, чью мумию исследовали учёные, при жизни действительно сделали сложнейшую операцию на лёгком. Но тогда кто мог в древнем мире провести её? Неужели китайцы? Верится с большим трудом, потому что, во-первых, это уже операция более сложного технического плана. Для неё нужны совершенно другие инструменты, в том числе и оптические. А подобных знаний у китайцев совершенно не было. Принято считать, что первооткрыватели медицины – китайцы. Сомнений не вызывает тот факт, что именно народ Поднебесный первым открыл систему кровообращения человека и первым обнаружил существование бактерий. Древние китайские трактаты, которые дошли до наших дней, изобилуют красочными изображениями сложнейших медицинских операций. И всё это за тысячи лет до того, как в Европе первый хирург взял в руки скальпель, чтобы удалить пациенту аппендикс. Вероятно, весь мир так и считал бы китайских лекарей основоположниками древней хирургии, если бы не обнаруженная запись в китайском медицинском трактате, который был написан ещё в третьем веке нашей эры. В нём говорится о том, что операцию на найденных мумиях не могли провести китайцы. Среди этих артефактов мы можем видеть и различные манускрипты, древние тексты, трактаты и различные карты, составленные либо на пергаменте, либо на кусках кожи, либо на каком-то материале, который хотя бы имеет какое-то долгосрочное хранение. Древние специалисты по медицине, как и по другим наукам, жившие не только в Китае, но и в других странах, умели производить действительно чудеса. В древнем рукописном документе говорилось, что за сотни лет до первых, самых примитивных медицинских знаний, которыми стали обладать китайцы, белые люди приходили в Поднебесную, чтобы даровать её народу силу и здоровье. В летописи в деталях описывается то, как белые люди, которых китайцы называли богами, обучали их народ искусству врачевания. С китайцами общались белые боги, ну или боги, скорее всего, европеоидного типа. Вполне возможно, что в древности именно белая раса существовала повсеместно, и, скорее всего, это были не просто боги, а представители высокоразвитой цивилизации. Вполне возможно, что именно так выглядели и боги, поскольку в китайском Поднитионе есть боги, которые выглядят человекоподобными. Но кем были эти боги, которые делились своими знаниями с народом Поднебесной? Казалось бы, ответа на этот вопрос историкам уже не отыскать. Ведь документальные источники, которые сохранились с тех времён, можно пересчитать по пальцам. Однако разгадка пришла неожиданно. В древнем китайском трактате также говорилось, что белые боги пришли к китайцам с севера. Известно, что из древних земель только Тартария находилась севернее Китая. Но что это означает? Неужели медицинские знания китайцам подарили славяне, которые и населяли Тартарию? Специалисты, которые занимались расшифровкой этих текстов, часто говорят о том, что якобы, было написано в книгах, что якобы вот эти знания китайцы получили из какой-то северной страны или откуда-то с севера, от мудрецов. Но что это за страна и где находился тогда эта северная страна? В китайском трактате также сказано, если болезнь не поддавалась лечению лекарствами или иглоукалыванием, то белые боги производили наотрез и вынимали больной орган. Летописи подробно описывают методы и способы восстановления изъятого органа. Все те действия, которые сегодня мы бы назвали пересадкой органа. Китайские специалисты нашли довольно большое количество различных научных трактатов. И среди этих трактатов имеются трактаты по медицине. И эти книги нас просто удивляют, изумляют, потому что там уже описаны различные сложнейшие операции хирургические. Но каким образом древние мастера уже в 3-м, в 5-м веке нашей эры могли производить такие сложные операции, как трансплантация органов или надрезка внутренних частей легкого. Первая пересадка органов в Древнем мире за 2 тысячелетия до официальной хирургии. Ведь согласно общепринятой истории, впервые трансплантацию органа от человека к человеку выполнил профессор Юрий Вороной. И произошло это только в 1933 году в Херсоне. А первая в мире пересадка легкого была проведена еще позже, в 1963 году. Тогда доктор Джеймс Харди заменил своему пациенту легкое, но тот вскоре скончался. Но если нашим предкам действительно было под силу тысячи лет назад проводить сложнейшие хирургические операции, то поверить в то, что именно они могли возвести Великую Китайскую стену, не так сложно. Цивилизацию Китая с севера строили выходцы из русских территорий. Они пришли с севера, и буквально центральной области и северной области Китая современного заселили и сделали там свою цивилизацию. Они же строили эту стену, которая, в общем-то, все-таки являлась и в какой-то части, то есть фрагменты этой стены, они в какой-то части являлись и военными сооружениями все-таки. Но если именно славяне даровали китайцам знания, то что же произошло тысячи лет назад? Почему русский народ отделился от китайцев высокой неприступной стены? И действительно ли такое невероятных размеров укрепления необходимо было возводить для защиты от людей? Или Великая Стена служила преградой от нечеловеческой силы? Ключ к разгадке исследователи обнаружили в древнерусском предании, согласно которому много тысяч лет назад между русским народом и неизвестной цивилизацией, которая называлась это расой Великого Дракона, велась длительная кровопролитная война. Потери с обеих сторон достигли таких размеров, что человечество оказалось на грани вымирания. Причем самое удивительное заключается в том, что вот отголоски вот этих великих сражений мы находим в славянских легендах, в китайских легендах, в легендах народов Сибири. И даже есть упоминание о том, что происходило какое-то великое сражение между белой расой и расой дракона. Согласно легенде, итогом войны стала победа белой расы. И 7523 года назад между двумя цивилизациями был заключен мир. Русичи назвали этот день сотворением мира. С этого момента славянский народ создал первый в истории календарь, который просуществовал до Петровского времени. И мало кто знает, что знакомое каждому с детства изображение герба Москвы, на котором Георгий Победоносец побеждает дракона, ничто иное, как отражение древней битвы, когда славяне победили народ дракона, то есть китайцев. И мы видим отражение этой легенды, и в легенде потом уже, наверное, Георгий Победоносцы. Любопытно, что Георгий Победоносец известен и ведом Руси. Он известен как Егорий Храбрый. Один из вождей, из князей, почитается до сего времени и до сих пор изображается на наших монетах. 50-копечная монета, там изображен Егорий Храбрый, Георгий Победоносец. Легенда гласит, после сотворения мира была построена Великая Стена, которая обозначила границы государства древних русов. Народу Великого Дракона было запрещено переступать границу, которой служила Великая Стена, получившая название Кий-Тай. Историкам хорошо известно, что слово Кий на древнерусском языке обозначало забор, а слово Тай в современном прочтении звучит как вершина. А это означает, что Китаем на Руси называли неприступную стену. Китайцы – это народы, которые на то время, скорее всего, проживали рядом с этим строением, с китайской стеной. Может быть, их поэтому назвали китайцами. Проводя дальше аналогии, ну, например, в Москве, Китай-город, то, что от него осталось, это опять же стена. Правильно? Там ничего больше нет. Но там не жили китайцы. Казалось бы, что древнее предание расставило все на свои места. Однако появились новые вопросы. С какой цивилизацией, именуемой Великим Драконом, сражались древние русы? Откуда она пришла и куда исчезла? Если это были известные нам сегодня китайцы, тогда почему о них ничего не знали древние картографы? Ведь впервые Китай появляется на мировых картах всего лишь в 15 веке нашей эры. Но тогда кто в действительности населял территории Китая в древности? Он имел солнечный рог, лик дракона и четыре лица. Это цитата из китайского трактата об исторических записях древнего историка Сэнь Тянь. В нем с удивительной точностью описано странное существо с желтой кожей и четырьмя лицами, благодаря которым можно было одновременно видеть все четыре стороны света. Мало кто знает, что именно это существо китайский народ называет своим первопредником. В отличие от сюжета библейской легенды, согласно которому человеческий род берет свое начало от первых на земле мужчины и женщины, мифология Поднебесной говорит о том, что именно дракон-бог дал начало их народу. Этот человек и бог в одной лице, дух, который сошел с звезды Сюань-Юань, сошел с неба. Поэтому империя, которую он основал, называлась Поднебесной империей. Это культур-грегор, то есть культурный человек, который принес культуру китайцам, как и письменность, и государственное устройство. Согласно рукописным китайским текстам, бог и будущий император Китая Хуан-Ди спустился на землю с неба в белом яйце. По желанию императора, его летательный аппарат превращался в дракона, летящего в облаках. Он мог покоиться и идти, становиться легким и тяжелым. В трактате также сказано, как только аппарат достигал земли, из его живота появлялись три ноги, блестящие как медь. Но что именно имел в виду автор древнего свитка? По одной из версий, так очевидец смог описать шасси посадочного механизма неизвестного космического корабля, на котором и мог прилетать на землю Хуан-Ди. Представьте себе, что на землю приземляется космический корабль. Люди это видят, наблюдают, но не могут это объяснить. Это так громко, как гремит гром. При этом пламя от корабля выглядит так же, как молния. Люди думают, это должно быть боги, спустились к нам на землю. Как указывают китайские свитки, древние жители долины Хуан-Хэ видели, как скорлупа сияющего яйца надломилась, и из нее вышел огнедышащий дракон. Затем брюхо дракона раскрылось, и перед китайским народом предстал желтый император. Великий желтый предок, который по легендам древнего Китая сошел со звезд, конкретно со звезды Сюань-Юань, и европейское ее название Альфа-Регл, в созвездии Льва. Это звезда первой величины, и он сошел, это был такой звездный скиталец, звездный пришелец, или бог, который сошел с небес. Но кем в действительности был дракон, из брюха которого вышел желтый император Хуан-Ди? Существом из плоти и крови? Или аппаратом, специально созданным для перемещения на огромные космические расстояния? Исследователи утверждают, то, что древние китайцы приняли за дракона, на самом деле было специальным снаряжением, предназначенным для изоляции живого организма от внешней среды, подобие скафандра, который надевают космонавты перед выходом в открытый космос. Все эти костюмы имеют большую голову, как будто бы на них одет шлем, и выглядят с нашей точки зрения как внеземные существа. Упоминания о таких костюмах встречаются не только в Китае, но в изображениях Валька Моники, каменных скульптурах Южной Америки. Все они изображают очень похожие существа внеземного происхождения. Конечно, изображения в какой-то мере отличаются друг от друга. Согласно древним легендам, китайский народ имел исключительное происхождение. Китайцы не были потомками первых людей Адама и Евы. Тело первого китайца не создавал Бог. В легендах Поднебесной нет даже упоминания, чудо, благодаря которому этот народ мог зародиться на земле. Все обстоит совсем иначе. Древние свитки открывают нам удивительную тайну происхождения китайской нации. Рукописные тексты гласят, Хуан-Ди вместе со своими небесными помощниками, сынами неба, создал китайскую цивилизацию. Ну, помогали какие-то существа, которые можно было назвать механическими роботами. То есть у него были самоходные тележки, на которых он перемещался. Постепенно они затухали, их хоронили в каких-то пещерах. Но если стоило поспать рядом с этой тележкой, то ты очень быстро заболевал и умирал. То есть очень похоже на захоронение каких-то радиоактивных материалов или там источников энергии, которые помогали вот этому императору. Казалось бы, легенда о желтом императоре настолько невероятна, что не может иметь под собой никаких реальных оснований. Однако исследования китайских ученых в 2008 году показали, народ поднебесный, единственный в мире, 90% населения которого имеет одну группу крови, вторую. Этот факт, по мнению некоторых ученых, не что иное, как реальное подтверждение теории об одном общем первопредке этой нации. Но неужели древняя легенда не вымысел? Когда была Китайская Олимпиада, были большие проблемы с тем, чтобы набрать резервный банк крови, как требует Олимпийский комитет. То есть в случае, если что-то с спортсменом случается, нужно, чтобы был банк крови для всех видов, резус положительный, резус отрицательный, четвертый, третий, второй. Трудности были, потому что все со второй группой. И они как вот одна масса. А у них очень сильно коллективное и бессознательное. Китайцы всегда, где бы он ни находился, знают, как поступить, чтобы было выгодно Китаю. Но если китайцы имеют уникальную историю происхождения, если их создатель, желтый император Хуан Ди, то как же появились остальные расы? Неужели другие народы имеют иное происхождение? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые провели необычный эксперимент. Они совместили результаты современных ДНК-исследований разных народов с древнейшими легендами об их происхождении и получили сенсационный результат. Оказалось, абсолютно все расы и народности подчиняются так называемому правилу четырех кровей. Когда мы говорим о расах, породах, например, животных, то мы увидим, что эти существа очень сильно отличаются друг от друга. Но если мы говорим о человеке, то тут все расы похожи, но между ними существует разница. И ключ к этой разнице – наша кровь. А как мы знаем, всего существуют четыре группы крови. И от этого никуда не деться. Согласно правилу, четырех кровей в каждой расе преобладает своя группа крови. Так, среди европейцев чаще всего встречается первая группа крови, среди азиатов – вторая, третья распространена среди негроидной расы. А четвертая является самой молодой группой крови и чаще встречается среди еврейских народов. Результаты многолетних исследований позволили ученым сделать вывод, согласно которому каждая раса имела своего первопредка и свою уникальную историю появления. Именно поэтому у нас разный цвет кожи, волос и даже отличается цвет глаз. Впервые подтвердить эту гипотезу еще в 1923 году попытался русский ученый Олег Манойлов. В начале 20-х годов прошлого века русский ученый Манойлов пытался по анализу крови определять расовую принадлежность. Были сообщения о том, что в результате каких-то опытов он смог создать определенные спецреактивы, которые показывали принадлежность той или иной расе или тому, или этническому типу. Ученый собрал по всему миру 1362 пробирки с опытными образцами крови представителей разных рас и народов. В процессе своего эксперимента в эти образцы крови Манойлов добавлял специальный раствор, созданный им самим. Результат был ошеломляющим. Оказалось, образцы крови африканского и еврейского народов поменяли свой обычный алый цвет на синий, тогда как другие не дали никакой реакции. Мы сегодня знаем, что, например, русские или французы по-разному реагируют на алкоголь. Например, там, американцы или индийцы, или китайцы по-разному реагируют на различные химические добавки. Поэтому вполне возможно, что Манойлов смог создать какие-то определенные реактивы, с помощью которых он, добавляя в раствор крови, мог определять кровь. Эксперимент ученого показал, в крови африканских и еврейских народов присутствуют элементы, которые при определенном воздействии окрашивают кровь в синий цвет. И это соединение мидий. Более того, ученым удалось установить, что эта особенность крови может появиться только в процессе многовековой эволюции и передаться только по наследству. Что это означает? Неужели эти народы берут свое начало от существ, в жилах которых текла синяя кровь? Манойлов смог с довольно высокой вероятностью определить принадлежность человека к иудеям или еврейскому этнотипу. Скорее всего, он хотел понять, что согласно Библии был Богом избранный народ или был создан народ, который принес в этот мир Тору или впоследствии Библию. Долгое время учеными, исследователями и богословами оставался незамеченным тот факт, что в Библии говорится вовсе не о происхождении всего человечества, а о зарождении отдельного народа, евреев. И если исходить из того, что Адам и Ева были первыми людьми, у них было три сына – Каин, Авель, Сиф. Тогда получается, что не могли сыновья ни на ком жениться, так как просто больше никого не было. Так было бы, если бы придерживаться текста Библии. Но нужно исходить из того, что история на самом деле была иной, что Библия рассказывает о происхождении одной из евреев, но были и другие народы, другие люди, с которыми сыновья Адама и Евы могли бы создать пару. Ученые утверждают, в древнем библейском тексте описывается создание человека при помощи генной инженерии. В Библии сказано – «И создал Господь Бог человека из праха земного». Специалисты выдвигают необычную гипотезу, согласно которой прах земной, который упоминается в библейском тексте, не что иное, как живое существо, населявшее древнюю землю, например, обезьяна. Именно ее взяли за основу создателей, чтобы сотворить из нее человека. Древний человек имеет внеземное происхождение. Был сотворен неземными существами с помощью генной технологии. Под земным прахом здесь нужно понимать какое-то существо, живущее на земле. Но какое существо? Взяли обезьяну и путем генной инженерии и различными манипуляциями с генами добились ее превращения в человека. И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой, сказано в Ветхом Завете. Некоторые специалисты предполагают, что в Библии в действительности говорится о том, что в подопытные обезьяни добавили недостающие гены, и так у нее появится разум. Это кажется невероятным, если бы не одно но. В результате многолетних исследований ученым удалось выяснить, что геном человека состоит из 28 тысяч генов. При этом 90% этих генов совпадают с генами шимпанзе. Но самым неожиданным открытием для ученых стали обнаруженные ими 223 гена, которых нет ни у одного живого существа на нашей планете. И именно эти гены отличают человека от обезьяны. Они отвечают за разум и язык. Но означает ли это, что древняя легенда не просто красивый мир? И Адам действительно был создан при помощи генной инженерии. Я утверждаю, что человек является продуктом генных технологий внеземного происхождения, и что мы созданы по образу внеземных существ. Мы похожи на внеземных существ. Это значит, что боги, изображенные в ранней живописи, выглядят как люди. И это не просто чистое совпадение. Так происходило потому, что мы выглядим так же, как и внеземные существа, а не наоборот. Вот некоторые исследователи убеждены, много тысячелетий назад представители неизвестной цивилизации, взяв за основу обезьяну, с помощью генной инженерии добавили те самые 223 гены, которые отличают примата от человека. Именно благодаря этим генам у подопытной обезьяны появился разум. Более того, американский ученый Захарий Осидчин зашел в своих исследованиях еще дальше и предположил, что Ева в действительности клон, который был создан из генетического материала, ребра Адама. В Библии есть один интересный момент, а именно сотворение Евы. Адам был сотворен Богом, а из ребра его была сотворена Ева. Это можно объяснить по-другому. Все свойства и качества человека заложены в генах, например, цвет глаз и характер. И вся эта информация есть жизненная сила. То, что Бог берет из жизненной силы, можно перевести как взятие из генов информации, а уже из этой информации была сотворена Ева. Но если исследователи не нравятся и Адам с Евой результат генной инженерии, тогда как и когда произошли остальные люди? И кто населял Землю до Адама и Евы? Ответить на этот вопрос в 2010 году попытались российские ученые Анатолий Клесов и Андрей Тюняев. Специалисты в течение многих лет собирали ДНК разных народов. Результат их исследований превзошел даже самые смелые ожидания. Им удалось выделить особенный ген, который встречался только у русских. Ученые окрестили его славянским геном. То население, которое сегодня живет на наших территориях, примерно 20-25% людей несут до сих пор ту гаплогруппу, возраст которой 50-60 тысяч лет. То она образовалась в южно-сибирских территориях, которая все равно, в принципе, является территориями русских до сих пор. Это невероятно, но с помощью современных генетических исследований специалисты установили, что русский народ оказался на 50-60 тысяч лет древнее, чем считалось ранее. Более того, ученым удалось выяснить, что каждый второй европеец на планете является носителем славянского гена. Эти факты позволили ученым выдвинуть сенсационную версию. Именно русский народ стал прародителем всей европейской цивилизации. Европа действительно произошла от русских. И если мы берем цивилизованные страны, то есть это северо и запад Европы, то это точно русское население. Допустим, в Великобританию она попала примерно где-то там в районе трех тысяч лет до нашей эры. Это как раз то население, которое строила Стоунхенш известный. Новейшие научные данные находят свое подтверждение и в древних славянских легендах, согласно которым славяне произошли десятки тысяч лет назад и считались детьми и потомками древнерусских богов. Это могло остаться всего лишь красивой легендой, если бы историки не обнаружили записи древнейшего римского писателя Гая Юлия Салина. Он, изучая историю славян еще в третьем веке, неоднократно отмечает, что славянские народы имели возможность близко общаться со своими богами. Зачастую у них появлялись даже совместные дети. Салина в своем труде упоминает древнюю славянскую рукопись, не дошедшую до наших дней, в которой говорилось, что славяне посылают подношения своим богам, снаряжая для этого юных красавиц, которые возвращались уже неневинными. Что это значит? Неужели славянский ген, который обнаружили ученые у русского народа, ничто иное, как самый настоящий геном древнерусских богов? При соединении ДНК богов с большим интеллектом и с земным, то есть сила физическая и выносливость именно земного человека соединились и получились мы. То есть мы технически грамотные и физически сильные. Но если славяне потомки небожителей и десятки тысяч лет назад иные цивилизации действительно посещали Землю и творили на ней живых существ, то почему сегодня мы не наблюдаем их следов и артефактов, которые служили бы реальным подтверждением этой гипотезы? Исследователи утверждают, подобные открытия ученые делают раз в несколько лет. Вот только информация о них тщательно умалчивается. Ведь в противном случае историю всего человечества придется переписать. В 1900 году у побережья Греции близ небольшого скалистого острова Антикитера со дна нет древних, которому по оценке ученых более двух тысяч лет. Изучая судно, специалисты неожиданно сделали другое открытие. На борту корабля они обнаружили зубчатое колесико из бронзы, на котором виднелась надпись, напоминающая греческое письмо. Дальнейшие исследования позволили выявить еще несколько обломков таинственного предмета. Когда ученые сложили эти фрагменты в единое целое, они получили искусно сделанный шестереночный механизм, который напоминал древние астрономические часы. Для своего времени слишком сложное устройство, утверждают специалисты. То, что эта находка является механизмом, долгое время было непонятно. И только недавно было установлено, что это механизм, который состоит из шестеренок. Это достаточно сложный механизм. Более того, исследователям удалось выяснить, что с помощью этого необычного устройства можно рассчитать положение каждой планеты Солнечной системы в любой момент времени. Астрофизики предположили, что прибор не просто имитирует движение планет Солнечной системы, а является своеобразным космическим навигатором, который предназначен для путешествия в космосе на расстояние в тысячи световых лет. Но возможно не такое. Ведь это может означать, что древние могли летать в космос. Или ученые где-то допустили ошибку? Эта машина служила для расчета движений небесных тел. Один из исследователей сказал, что эта находка сопоставима с тем удивлением, которое бы он испытал, если бы в гробнице фараона был найден самолет. Был найден объект, который можно назвать компьютером. И этому компьютеру около двух тысяч лет. Но тогда какая цивилизация могла создать подобное устройство? И кому было под силу преодолевать расстояние в тысячи световых лет? В то время, когда, согласно официальной истории, люди только научились ковать железо? Ответы на эти вопросы наука пока дать не готова. И хотя космические полеты в эпоху античности кажутся чистой воды фантастикой, десятки уникальных артефактов, разбросанных по всему миру, делают эту гипотезу реальной. Так, в конце прошлого века на территории Приморского края во время строительства дороги, рабочие обнаружили в земле необычное каменное сооружение. По поводу этой находки были обращения в различные геологические институты, но никто не мог точно ответить, из какого материала изготовлено это сооружение. То есть, изначально, то, что было принято за каменное сооружение, оказалось неизвестным строением из неизвестного материала. Когда впервые удалось ее увидеть, то сразу обратили внимание на многие детали, указывающие на то, что это тело внеземного происхождения. Детали постройки представляли собой идеальные геометрические фигуры. Усеченные конусы и полые цилиндры, которые были обработаны настолько виртуозно, будто их изготавливали на суперсовременном станке. Дальнейшая экспертиза показала, постройка была создана не из обычного камня, а из зерен редкого минерала муассанита, который специалисты ставят в один ряд с алмазом. Более того, оказалось, получить кристаллы этого минерала в таких количествах, чтобы создать нечто большее, чем ювелирные изделия, невозможно. Температура, при которой происходит процесс кристаллизации этого минерала, достигает 2500 градусов Цельсия. Можно, конечно, предположить, что эти кристаллы образовались в результате прохождения минералов через плотные слои атмосферы, но тогда не ясно, кто и как получил кристаллы их формы. И из чего были эти формы? Известно, что Муассанит в изобилии встречается только за пределами Солнечной системы. Исследования астрофизиков показали, миллиарды тонн этого драгоценного минерала находятся в пылевых туманностях дальнего космоса. Но тогда как эти драгоценные камни попали на Землю? Кто их огранил, а затем изготовил из них целое сооружение? Чтобы ответить на эти вопросы, ученые обратились к истории. Оказалось, мельчайший порошок этого минерала используется в космической промышленности. Тончайший слой из Муассанита делает обшивку космического корабля стойкой к сверхвысоким температурам. Именно этот факт позволил ученым выдвинуть версию, согласно которой необычные цилиндры и другие детали, обнаруженные исследователями, не что иное, как части космического корабля, который тысячи лет назад потерпел крушение. Может быть, действительно пришли какие-то великие космические цивилизации до нашей эры и от них что-то осталось конкретное, некое конкретное сооружение или какой-то аппарат из вот такого редкого и очень трудно излучаемого материала, как Муассанита. Но если ученые действительно нашли обломки шаттла иной цивилизации, то почему до сих пор человечество не обнаружило ни одного послания, которое могли оставить нам внеземные цивилизации? Были высокоразвитые цивилизации, которые обладали развитой медициной, даже космонавтикой и развитой математикой. Но по той или иной начине эти цивилизации уходили в прошлое, возможно, в результате каких-то военных действий, возможно, в результате выполнения своих функций, возможно, в результате каких-то звездных катаклизмов, Но так или иначе, эти цивилизации уходили в небытие, а сегодня мы можем говорить о них только по таким следам, как мифология или какие-то найденные артефакты. В 1937 году на границе между Тибетом и Китаем, в пещерах хребта Баян-Хараула, археологи обнаружили необычные гранитные диски, напоминающие громпластинки. В центре диска расположено отверстие, от которого по спирали к внешнему краю тянутся двойные борозды. Каменные диски или гранитные диски, которые еще были найдены в Китае в 30-е годы прошлого века, но до сих пор они остаются нерасшифрованными. Дело в том, что внешний вид говорит о том, что это искусственное происхождение, это не просто камешки, это своеобразные диски, и их большое количество ученые пытались расшифровывать, в том числе ученые из разных стран. Оказалось, что внутренние слои дисков состоят из кобальта. Примесь остальных металлов была незначительной. Более того, дальнейшие исследования позволили специалистам выявить удивительный ритм колебаний, словно эти диски когда-то могли заряжаться или служить проводником электричества. Что это может означать? Неужели записи в виде странных борозд не единственный источник хранения данных на этих дисках? Быть может, основная функция древних артефактов это хранение цифровой информации? И возможно, когда-нибудь технологии человечества достигнут необходимого уровня развития, чтобы прочитать их. На сегодняшний день это тоже является артефактом, и эти артефакты стоят того, чтобы их серьезно исследовать. Вот такие артефакты, найденные в разных уголках, они говорят о том, что все-таки не мы первые, и не наша культура самая высокоразвитая. Артефакты, разбросанные по всему миру, большинство из которых нам до сих пор не под силу расшифровать, настойчиво говорят о том, как мало нам известно из истории нашей планеты и человечества. Как мы произошли? Кто наш первопредок? Почему возникли расы? На все эти вопросы ученые до сих пор отвечают робкими гипотезами. Однако, чем быстрее бежит время, тем меньше шансов остается на то, что нам когда-то удастся добраться до истины. И что если тот рубеж, после которого информация о прошлом уходит в небытие, совсем рядом? Субтитры создавал DimaTorzok